Краткий обзор технических решений по интенсификации наружного теплообмена. Газификатор и особенности его работы. Усовершенствовать существующие схемы с принудительным обдувом рабочей поверхности теплообмена возможно несколькими путями. Достаточно интенсивное обдувание приводит к тому, что на рабочей поверхности происходит быстрое накопление осадка, состоящего из частичек льда и инея, вследствие чего падает эффективность работы всей системы. Вместе с этим для работы вентилятора необходим подвод энергии от стороннего источника, что снижает автономность газификатора и увеличивает затраты на его работу. Чтобы увеличить ресурс работы газификатора, используют метод промежуточного отвода влаги с помощью дополнительной секции, которая охлаждает воздух и тем самым выводит из него влагу. Чтобы система работала безотказно и эффективно, устанавливается также каплиотделитель по направлению потока вместе с основной тарификационной секцией. Требуемую температуру поддерживают датчики, которые имеют обратную связь с вентилями, регулирующими подачу газифицируемого продукта в испарителе. Такое техническое решение позволяет увеличить время бесперебойной работы газификатора в 5-6 раз. Не стоит забывать о том, что эксплуатация газификатора возможна только при положительной температуре. Чтобы повысить его эффективность, обычно устанавливается дополнительная секция, переключающаяся в зависимости от характеристик воздуха и его расхода. Оттаивание производится тогда, когда воздух имеет положительную температуру. Если необходимо произвести оттаивание в холодную пору года, то для реализации процесса потребуется подогрев воздуха. Некоторые специалисты предлагают проводить оттаивание в закрытом циркуляционном контуре между секциями газификации и подогрева. В таком режиме доступ воздуха в систему перекрывается, а вентилятор работает только в циркуляционном режиме. В некоторых устройствах реализованы более сложные схемы, в которых все теплообменные элементы оснащены индивидуальными подогревателями. Необходимо учесть, что под действием тепла иния уплотняется и может достигнуть плотности льда. Достаточно оригинальными являются разработки таких схем работы газификатора, в которых вертикальные пластины размещены на различной высоте и чередуются между собой. Данные схемы положительно влияют на длительность работы газификатора без отогрева. Как показали испытания, наиболее быстро иний накапливается на входе в панели. Как недостаток данного технического решения, отмечается тот момент, что компоновка, крепление и очистка панелей более сложна и трудоемка. Также при всей его оригинальности, такое решение не решает проблему препятствования и накоплению кардинальным образом и недостаточно действенно для интенсификации внешнего теплообмена.